МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Всем привет! А мы сегодня решили погулять в музее Тихоокеанского флота. Сегодня 24 июля. У нашей бабушки Зои в Калининграде день рождения. С днем рождения! Здоровья и счастья. Да, самое главное здоровье, тем более в ее возрасте. Но сегодня чуть-чуть пасмурно. Ну, все равно тепло. Спасибо, что нас смотрите. Понравились ваши все комментарии. Все прочитали. Мы все заценили. Да. Не знаю, про билеты говорили, да? Уже говорили. Всем уже сказали, всем уже написали. Не знаем, куда все одеть до этой даты. Значит, пойдем маленькой пуши посмотрим. Давай. Покажем. А ты сказал, что мы в музее Тихоокеанского? Да. Кстати, заметьте, что все они не деактивированы. Видите? Деревянные. Ну, это орудия, скорее всего, с корабельные. Хотя она вряд ли вечно колеса артизная. Угу. Вот. Но здесь видишь всех времен. А вот с того танчика иногда, мне кажется, еще Ленин бы залазил, нет? Я прям до нас доезжал. Да? Только колчак. Все круто? Нравится? Да. Видишь, какие дореволюционные пушки. Вот. Короче говоря, мы, если что, вооружены до зубов, если вдруг что-то, да? Давай, заводи, наводи. О, а это не просто открытая. Смотри. Видишь, уже нарезанная. Угу. Нарезка. Можно вот так заглянуть туда. Опа! Какой-то пуховский завод, где он находился внизу. А здесь вот смотри, можно дровишек подкидывать и так. Чик. Если откроешь. Нет, закрашенный. Закрашенный. Угу. Короче говоря, две функции. И пушка, и печка. Вот, а видишь, какой-то сулеметик. Да, да, смотри, сколько мы везде провели. Да? Ну, вот видишь, хоть маленько люди посмотрят, да? Вот этот экземпляр интересненький, да? Я имею в виду, что он был бы, как бы сказать, двигающийся. А, 9 мая, чтоб таки, и раз. Это же все-таки, так-то сказать, наша. Наша история. Был принят на вооружение в 1927 году. Да, вот раз, двое-трое туда могут залезть, да? Так улица шумит светланская. Ну, здесь низинки не так слышно. Конечно. Вот, а это вот тоже что-то более современное пушка. Ну, ладно, что, кузо и дать. Подписчики беспокоятся, что ты тут проправился на вооружении. Да нет, просто есть. Белье уже все стянулось. У нас такая погода сырая, да, что белье не сохнет, и все сжимается, да? Не ожидали, что будет опять тоже беспогодиться, да? Да. Садись еще пострелять. Видишь, какие молодцы? Все орудия законсервированы. А там, вот смотри, встроенный автомат мост на этом, Максим. А бабушка у нас сибирячка, мы в футболках, а она в курки. Сибирь, это жарко же. Да, здесь ветер. Нина корабельная, вот видишь, смотри. Вот это орудие. А это откуда-то из-под воды достали. Вот смотри, виды коррозии, видишь? Крейсеры изумрут. Интересно, как это название? Канэ. Канэ? Это пушка Канэ, она весит, между прочим, 8 тонн. Они такие же, на Новосильцевской батарее стоят. Да? Ну вот, смотри, прям видно, что коррозия. В японском стиле. Все хотел около дома вот такой якорь посположить, нет? Такое ощущение, чтобы было все, якорь брошен, да? Да. Плыть больше некого. Ну, как ты говоришь, сначала надо найти такое место, а потом яфть бросать. А что, смотрите, как здорово было. Около дома раз, якорь бросил. Да? И пушку такую можно с этой стоящей бросить. Ну, лучше, конечно, автомат, Максим. Ну, не надо. Все, пойдем на Цицаревича погуляем. Да. Приехали мы на Цицаревича. Здесь вот интересно. Уже они видели эту доску мемориальную. Отцепку. Является памятником архитектуры. Василия Сергеевича. Вообще, Василий Ощепков, это как раз наш известный борец дзюдо, который в 1917 году выступал в поединке с японским сэмсэем. И дальше вот установлен памятник как раз. Вот так маленько отреставрировали его, да? Да. Пойдемте покажем. Просто здесь памятник такой очень красивый. Здесь тигрятки. А тигрятки установлены не случайно, потому что говорят, что Василий Ощепков изучал повадки именно тигра и их использовал какие-то вот, изобрел новые приемы дзюдо. Иди погладь. За ушко потрогать. Да. Вот видите какие. Нет. Тигрятки. Титушки-то натертые уже, тут все их труд. Да. Хорошие. Тигрятки. Видишь, какие? Да. Клапы-то смотри какие. Артисты. Расчищаются. А вот как раз памятник ворцам дзюдо Японии и России. Василий Ощепков. Японский сэнсэй. Тома Бачи. Ворота красиво получились. Если были бы из дерева, еще бы интереснее были, да? В Японии в основном. Ну, из дерева с гнию. Крашен из дерева. Ну почему, с чего-нибудь, с булка обработанная. Ну, конечно, наши, как всегда, говорят, надо вылить все из чигуна. Очень приятно вот этот сквер маленький декорировать. Здесь и да, здесь сверху сквер. Потому что растения, видишь, как подобрали. Отсюда, смотрите, какой вид. На мост. Да, на золотой мост. И вот там как раз набережная Цитаревича. Угу. Хотя, если честно, мало кто ее пользуется. Пойдем? Хотя за 50 рублей, да? Пойдемте погуляем маленько. Угу. Меня тоже всегда удивляет богатые приморцы, которые могут позволить себе в тот же цирк 3000 рублей за билет отдать. За 50 рублей за парковку никогда не заплатят. Ну, к чему привыкаешь, тому привыкаешь. Да, вот так вот все забочено, заставлено. А парковка пустая. 50 рублей в час. В принципе, не так дорого. Да вообще копейки, я думаю. Более трех часов, 250 рублей в сутки. Да. Поэтому здесь вот пробежные машины. Направо, налево. Хранят. Вот они, видишь? Прибыли из Японии только. Ммм. Вон целый ряд. Исписанных с аукционов. Так тут же, наверное, и продают их. А почему? Да? Надо было встать на продажное место. Да. Вот они, видите? Сузуки. Самурайчик. Стоит красавец. А нет? Что нет? Продажного листа. Это просто кто-то себе заказывал и отставил. Подерху можно на дорожку. И теперь фонарь. Прикольная машинка, да? Смотри, да. Смотри, да. Смотри, да. Это вот были такие первые модели. Ну, они, кстати, сейчас как раз похожи на первую модель. Такая квадратненькая была. И в Японскую войну, когда она... Японцы сбрасываются с парашюта этих тамураев. С парашюта. Да? Да. И они как легкие и вездеходики такие. Маленькие вездеходики, да? Маленькие вездеходики. Поэтому мы идем по набережной Цецаревича. Отпустили детей с бабушкой погулять, да? Да. Бабушка через два дня улетает. Поэтому хочется вместе побыть побольше. Да, как-то мы говорили, что сюда никто не причаливает. Смотрите, как. Первый раз. Ну, просто смотри, как уютненько смотрится это все. Ну, я имею в виду, что... Это же еще в 2012 году все делали. У нас такой красивейший город, да? Да. Знаете, еще мы заметили, что у нас в этом году очень много стрижей. Раньше не обращала внимания. Только чайки, голуби, воробьи. Да? А сейчас столько стрижей. Вот даже отсюда слышно пища. Ну, главное, что ветер не холодный, теплый, да? Нормально, но вот жилетки хорошо. На удивление скажу, что туристов достаточно много. Сезон отпусков. Ну, с одной стороны, и хорошо. Конечно. Какие-то деньги городу привезут. Небольшая аллея. В море называется. Пойдем посмотрим. Пойдем. Аллея в море здесь. Мне всегда нравится, что приморские фотографы и художники, они умеют видеть свой собственный город в необычном ракурсе. Необычном? Да. Видишь, в море много рыбы. Рыба есть. Да, только цена на нее как будто у нас за границей покупаем. Как будто их привезли от куда-то, да. Ну, Котское море. Камчанки. Священники. Крещение супер-тараулера. Минтай он режет, смотри. Лишь минтай резут. Тереработка икры глубокая. Узнавательная, короче, выставка. А, каюты, смотри, какие. Я бы сам в такой пожил. Это для экипажей такие. Дядька знакомый на дель-заводе, да? Угу. Глаза какие-то у него грустные. Ха-ха-ха. Вот так вот капусту ловит. Селедочку. Маринка тут машет глазами. Вот мы идем дальше. Здесь вот как раз вот дель-завод, фонтон. А ты вот не показал, что здесь вот идет как реклама спектаклей, да, представлений, которые идут на приморской сцене Мариинского театра. Все-все-все-все-все перечислены. А, Бог, поди сходить с нами хоть раз. Волшебная злейта, потому что можно никакая. Еще можем успеть. Спящая красавица. Ночью передожди ствол. Ну, да, и щелкунчик, и лебединое озеро. Наши где-то здесь. На площадке. Главное не потерять бабушку. Сегодня воскресенье, людей очень много. Кто-то катается на велосипедах, кто-то на самокатах. Кто-то на роликовых коньках. А кто-то вот в очереди заморозил. Это уж в такой очереди, как на день города. Главное, бабушку с пакетом. Иди пакет заберем. Давай, хорошо. Ничего она не кормила. Сейчас попробуем чай покормить. Их здесь как раз много. Кидай глубже. Да. Они на берегу тоже могут кушать. Ну, голуби доедят. Ты меня закидала. Отойду от тебя. Ветер, потому что прямо на меня. Что я сделаю? Приморские чайки, правда, посмотри, они такие крупные. Вот, забирают у голубей. Видела? Да что, голуби доставляют? Хоть молодец, правильно. Ну, и что-то давай. Нету? Все, я скормила. Могла бы голубев-то наслепать. Мама-то туда тоже накидала. Да, вон там он, вон там кидала. Вот там. Вот они какие накормленные. Ну, жирненькие. Жирненькие такие. Мусик красненький. Чуть-чуть без солнышка. Не говори. Это надоело такая погода. Город. Не знаю. Мы решили зарулить в матросский сквер. Поднялись чуть-чуть выше. Вот, высадили деревья здесь весной какие-то особые. Я забыла, что это за аллея. Да? Да. Вот видишь, какие были. Торпеды вот действующие. Кому надо, можем по дешевке отправить через авито доставку, да? О, смотри, крутят еще. Ого, моторчики-то рабочие. Так они еще ого-го. А, Марина? Они еще ого-го. Видишь, все фурыкает. А ты видел, что там катер на самом верху на памятнике? Да. Памятник морякам-катерникам. Катерам там сверху, видите? Угу. Ну что, пойдем гулять? Пойдем еще погуляем. Ну что вы сегодня, нагулялись? Да, на фоне. Погуляли. Корабля. Хорошо. Это надо в какой с тобой город ехать, чтобы было столько энтузиазма? Чтобы было столько энтузиазма, надо каждый день ехать в новый город. У нас только денег нету, да? Да. Так выпьем же за то, что. Да, да. Чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. И ваши тоже. Я вам просто про то говорю, что не то, что скучно, но просто хочется большего всегда. Вот правильно мы хотели ехать по Европам. Да не важно, где ехать. Просто чтобы когда ты путешествуешь, каждый день видишь что-то новое и пытаясь его показать всем. Все мое дело не только в путешествиях, когда у тебя есть интересное занятие какое-то, когда ты встречаешь людей каждый день. А здесь вроде ты наш родной город, но у нас что-то социум весь потерян. И даже наши подписчики, когда мы находимся в Калининграде из Владивостока, они сами, они чаще с нами общаются, чем когда мы здесь находимся. Я уж не говорю про родственников. Родственники, ты слава богу, не общаешься. Чем больше расстояние, тем больше любви. А так немножко вот эта жизнь... Разнообразие чем-то. Вроде большой город и всегда удивляется, думаешь, все равно чего-то мало. А, скажут, все во мне имеется. Да имеется, имеется. Почему не имеется? У нас, короче, Саша, просто к тому, что у нас в голове уже грандиозные планы. У нас идеи определенные, не только и не только для путешествий, но и для творческих какие-то возможностей, новая работа, новые интересные идеи. Нам ее хочется воплотить, а мы не можем сдвинуться. Нам еще надо ждать до 9 августа, да? Ты про это? Хочется этот кирпич отрезать и утопить. Да. А нам ждать, все ждать. Но ничего. Всегда ждем и догоняем, да? Да. Ну и что теперь. Ну и сейчас свершится. Ладно. Всем пока. Всем добра. Спасибо, что вы с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok